Наталья, хотелось бы с вами также обсудить ситуацию во временно оккупированном украинском Крыму. Появилась информация, что Россия перебросила в Крым танковый батальон, это около 31 танка во временно оккупированную украинскую Евпаторию. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас некая информация на сей счет, и насколько это тенденциозно, то, что сейчас происходит в украинском Крыму? Ну и зачем они это сделали? Во-первых, у них есть сверхзадача продемонстрировать, что они готовятся к вороне, продемонстрировать уверенность для жителей Крыма, что оккупационная власть занимается обороной и не собирается никуда уезжать, хотя на самом деле жители Крыма видят, как эвакуируются семьи чиновников, как вывозятся ценности, и остаются они чиновники там фактически под угрозой серьезных воздействий по направлению власти. А на самом деле присутствие танкового соединения мы рассматриваем как возможный потенциал для переброски на материковую часть Украины. При этом серьезная проблема возникает у оккупантов с маршрутом следования, потому что классические логистические маршруты мы пытаемся держать под огневым контролем. Он еще не настолько плотный, чтобы не допустить продвижения совершенно, но присутствие танковых соединений и вот такая нервозность в стане врага нас убеждает в том, что они верят в наши силы. Они понимают, что им нужна оборона уже в более глубоких тылах. — Наталья, предлагаю обсудить все же этот казус, который произошел в российских вооруженных силах, когда над Севастополем украинским Су-27 был уничтожен расчетом зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь». Давайте посмотрим это видео. Коллеги, прошу показать и после вас прошу поракомментировать, что же все-таки произошло из того, что известно на данный момент, читая информацию из открытых источников. Боевой расчет краснознаменного гвардейского трижды Ордена Бандеры ЗРК «Панцирь» на свой запрос не получил ответ от пилота Су-27. Было принято решение о нанесении удара по самолету на поражение. Кстати, как стало известно позднее, до пилота Су-27 запрос расчета ЗРПК не дошел по причине того, что на данном «Панцире» некорректно сработал радиолокационный запросчик. Пожалуйста, прокомментируйте, что означают подобные случаи и могут ли они свидетельствовать о какой-то системных сбоях у российских военных. Знаете, глядя на эти кадры, вспоминается восточная мудрость, что бесконечно долго можно смотреть на то, как горит вражеский самолет, как его покрывают волны Черного моря и как работает или не срабатывает система оповещения свой-чужой между вражескими соединениями. На самом деле, не первый случай «Френдли фаера» в стане врага, поэтому в данном конкретном случае можем говорить о том, что даже где-то благодарны расчету ЗРК «Панцирь» за боевую работу.